МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания Хавейл, когда выходила на наш рынок, сделала довольно серьезную заявку. Ведь она первой из китайских брендов решила сыграть в премиальном сегменте. И, возможно, именно этот фактор и отпугивал у многих покупателей. Ведь далеко не каждый в нашей стране готов приобретать продукцию китайского автопрома по цене, скажем, той же самой Тойоты. И вот в модельном ряду Хавейла появился долгожданный новичок. H2. Более компактный, более простой, но и более доступный. О нем мы и поговорим в программе нашей тесты. Наконец-то! Именно в случае с H2 можно с чистой совестью сказать, что у модели полностью оригинальный дизайн. Без заимствований, подражаний и прочих китайских штучек. Более того, H2 выглядит не таким уж и китайцем. Хрома, конечно, хватает, но смотреть на него приятно. А каково вам решение с двухцветной окраской кузова? Крыша может быть или черной, или белой. А как элегантно сделан переход от крыши к основному цвету? С фирменным шильдиком на задней стойке. Хоть китайский, но все-таки премиум. На месте представительства компании Хавейл я бы, наверное, однозначно снял шильдик 1.5T с крышки багажника. Потому что, согласитесь, для такого кроссовера эта цифра звучит как-то не солидно. Но красная буковка T говорит о том, что этот двигатель оснащен турбонаддувом и развивает 150 лошадиных сил. Я уже однажды ездил на этом двигателе еще на седании Great Wall несколько лет назад, но эта машина так и не стала продаваться у нас в стране. О том, как едет этот двигатель, мы поговорим чуть-чуть позже, но я бы хотел заострить внимание немножко в другом. Если снять крышку двигателя, то мы увидим, что это мотор действительно разработки компании Great Wall самостоятельный. Но вся топливная аппаратура, электрика, электроника носят марку Bosch, что, в принципе, вселяет определенную уверенность и надежность. Здесь китайцы решили отставить в сторону свою национальную особенность – делать все на свой лад. Очевидно, что добиться качества при доступной цене можно только прибегая к помощи общемировых поставщиков. В H2 можно найти агрегаты многих брендов – и ZF, и Valio, и Delphi, и TRV, и Continental, и BorgWarner. Конечно, многие из них произведены на территории Поднебесной, но все же факт остается фактом. Несмотря на то, что H2 – это младшая модель в линейке Haval, я не могу сказать, что разработчики сэкономили на интерьере. Потому что, как и в случае с более взрослыми моделями H8 и H9, здесь повсюду очень хорошие материалы отделки. Много разных фактур, много разных материалов. Все детали в салоне подогнаны очень хорошо, ничего не болтается, не скрипит, не гремит даже на серьезных почках. Есть, конечно, кое-какие моменты. Например, верхняя часть передней панели, она сделана мягкой, но нижняя часть жесткая. Но, с другой стороны, это замечаешь только тогда, когда это начинаешь трогать и пытаться продавить. В остальном же фактура и цвет подогнаны идеально. То есть, складывается ощущение, что это один и тот же материал. Есть вот такие красивые, большие лакированные вставки на передней панели, которые переходят в панели на дверях. Это, в принципе, красиво, нормально и функциональность никакого ущерба не наносит. Но вот то, что центральная консоль сделана с модным нынче лакированным черным пластиком, это очень спорное решение. Опять же, повторюсь, что всегда, когда это касается вот этого блестящего на центральной консоли, всегда остаются следы и это не всегда выглядит опрятно. Но, если на центральной консоли все клавиши сделаны отдельными и матовыми предусмотрительно, то есть, в принципе, особенно вот этих всех блестящих частей не касаешься, то вот нижняя часть сделана немножко опрометчиво, на мой взгляд, потому что, например, то место, где должна быть пепельница, в данном случае здесь просто обычная ниша и розетка на 12 вольт, здесь тоже сделано все из блестящего пластика, соответственно, если вы сюда что-то будете класть, то наверняка через некоторое время это все может поцарапаться и уже не выглядеть как новое. Но не будем к этому придираться. Подлокотник отделан кожей, он регулируется по длине, то есть его можно сделать ближе или дальше. Внутри скрывается довольно вместительный бокс и здесь же находятся разъемы AUX, USB и еще одна 12-ти вольтовая розетка. Что касается перчаточного ящика, то он не могу сказать, что большой, здесь нет бархатной отделки, но зато он с таким микролифтом, приятно. Передняя панель немножко замысловата, на мой взгляд, у H9 модели она выглядит более лаконично и лучше читается. Здесь же перегружена очень много всякой разной оцифровкой и это требует определенного времени для привыкания, потому что когда едешь на скорости не получается быстро считать информацию, например, о скорости, потому что риски сделаны большими, а у цифрки маленькими. Поэтому это, опять же, повторюсь, требует определенной сноровки. В остальном же, в принципе, по качеству исполнения придраться я не могу. Что касается мультимедиа-системы, то это топовая комплектация, здесь установлена магнитола с большим сенсорным дисплеем, графика тоже не вызывает никаких нареканий, все довольно-таки неплохо сделано, красиво, аккуратно и самое главное, здесь нет вот этой новогодней елки из разных цветов. То есть, если здесь вся подсветка имеет такой бирюзовый оттенок, то и, собственно говоря, все меню сделано тоже в бирюзово-голубых тонах. Я нашел здесь одну очень интересную вещь. На руле есть вот такая маленькая кнопочка с какой-то непонятной пиктограммой. Я долго нажимал, не мог понять, что это, а позже выяснилось, что это включение боковой камеры одной. То есть, здесь системы кругового обзора нет, но есть одна камера под правым зеркалом, которая показывает вам правый борт, например, для того, чтобы вам было удобнее парковаться. Это, в принципе, на мой взгляд, достаточно разумное решение, потому что переплачивать за систему кругового обзора не всегда есть смысл, потому что я не думаю, что ее очень часто кто-то пользуется. Но вот одна камера, которая стоит намного дешевле, чем вся система, она выполняет главные функции. То есть, вы можете смотреть, что у вас находится в зоне, где вы не можете видеть. Слева же вы, в принципе, можете посмотреть сами, выглядывая в окно. Что касается сидений, то, признаюсь честно, они выглядят намного спортивнее, чем они есть на самом деле по профилю. Конечно, здесь присутствует определенная поддержка и боковая поддержка на спинке и здесь, но само сидение, в частности, спинка и сама подушка, они достаточно плоские. Не могу сказать, что это неудобно, но, честно говоря, ожидаешь чего-то более спортивного и более хваткого для такого сидения. Кожаные вставки такого же цвета можно увидеть и на дверных панелях. Красиво и практично. Как и в случае с передними креслами, формовка заднего дивана тоже не особенно чувствуется, но при этом она вроде как присутствует. В принципе, здесь можно, наверное, сесть втроем, места, наверное, хватит, но я не думаю, что будет очень просторно, тем более посередине есть центральный тоннель, потому что у этой машины есть полноприводные модификации. Сейчас переднее кресло отодвинуто до упора назад, но, как видите, место, в принципе, у меня еще небольшой запасик есть, и куда деть ноги тоже, в принципе, есть, но не могу сказать, что здесь очень уж просторно. Регулировок сидений дополнительных никаких нет, персональных дефлекторов отдуло здесь нет, каких-то дополнительных кармашков тоже нет, розетки на 12 вольт тоже почему-то не предусмотрено. У стеклоподъемников почему-то нет автоматического режима опускания, только по нажатию клавиши. Есть вот такие небольшие сеточки на спинках передних сидений, есть подлокотник, причем точно такой же, как на модели H9, в принципе, довольно удобный и функциональный, потому что здесь есть два подстаканника и небольшой отсек для каких-то мелочей. Вот, в общем-то, и все, ничего особенного здесь нет, но, опять же, нужно оговориться, что это все-таки машина уже не бизнес-класса, и на какие-то дополнительные премиум-опции здесь рассчитывать, конечно, не приходится. Посмотрим, может, со временем появятся и более богатые комплектации, ведь с допоснащением у китайцев никогда проблем не было. Как я уже говорил, H2 это более простая модель, чем старше, например, H8 или H9, поэтому электропривода у крышки багажника нет, собственно говоря, нет и функции дистанционного открывания. Но, с другой стороны, в этом нет ничего страшного, может быть, оно и к лучшему, например, я не вижу в этом ничего прям сверхнеобходимого. Сам багажник достаточно простой, в стандарте он имеет объем порядка 300 литров, отделка у него, в принципе, неплохая, хороший пластик, пол отделан велюром, никаких дополнительных ухищрений здесь нет, ничего нет особенного, разве что маленькие крючочки для крепления, видимо, какой-то сетки. Под полом скрывается полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске, таком же, как и установлено на колесах. Есть здесь вкладыши для инструментов, для домкрата, для знака аварийной остановки, есть парочка отсеков для каких-то мелочей, которые вы постоянно с собой возите. Сидение складывается, разумеется, в пропорции 40-60, сейчас попробую сделать это отсюда. При складывании образуется небольшая ступенечка, но, в принципе, это не критично, не так важно, я думаю. Если сидение сложить полностью, то объем багажника составит 890 литров. Технические характеристики HVL H2. Двигатель бензиновый с турбонатулом, объемом 1,5 литра. Мощность мотора составляет 150 лошадиных сил при 5600 оборотах в минуту. Крутящий момент 210 ньютон-метров в диапазоне от 2 до 4,5 тысяч оборотов. Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая. Привод передний. Дорожный просвет составляет 184 миллиметра. Разгон до 100 километров в час занимает 13 секунд. Максимальная скорость 180 километров в час. С одной стороны, 1,5 литра, как я уже говорил, это не очень большая мощность для такого автомобиля, учитывая, что весит он почти 1600 килограммов. Но спасает приставка турбо. И здесь 150 лошадиных сил и 210 ньютон-метров крутящего момента. Конечно, это не бог весь какая цифра, но при этом, на удивление, H2 едет весьма себе неплохо. Во всяком случае, уверенно держаться и в городе, и на трассе, совершать любые смелые маневры на нем можно. Если посмотреть на технические характеристики, то разгонная динамика здесь 13 секунд до сотни. Это не очень много, но при этом я не могу сказать, что когда я еду на этой машине, я чувствую себя тихоходом. Приятное то, что, в принципе, в отличие от своих старших братьев, H8 и H9, H2 имеет более-менее скромный аппетит. Во всяком случае, в среднем смешанном цикле с пробками и с движением периодически по трассе выходит порядка 9 литров на сотню. Это, в принципе, нормальная цифра. Но самый главный плюс для этой машины это то, что, на удивление, при наличии турбины, мотор довольно охотно едет на относительно низких оборотах. Во всяком случае, начиная уже с полутора тысяч оборотов, есть уверенная тяга. При том, что турбина работает в диапазоне от двух до четырех с половиной тысяч. Сама же коробка переключается вполне логично, нормально, не могу сказать, что очень быстро, но, в принципе, вполне адекватно. То есть алгоритмы работы подобраны неплохо. Здесь установлен электроусилитель руля, и надо заметить, что при движении это, в принципе, чувствуется, потому что на руле нет заметного обратного усилия, которое, наверное, хотелось бы чувствовать. Это, во-первых. А, во-вторых, здесь не очень чувствуется около нулевая зона. В принципе, машина напрямую не требует подруливания, но при этом все-таки вот эту нулевую зону хочется ощущать для того, чтобы иметь именно ощущение, что ты полностью владеешь автомобилем. Подвеска. Слава богу, что китайцы потихонечку уже начинают делать действительно подвески, которые имеют какие-то характеристики, какой-то характер. Она жесткая, но она уже не просто жесткая, грубая, она жесткая, так скажем, целенаправленно. Крены здесь минимальные, реакции на запас, на поворот руля, в принципе, адекватные, нормальные. Но при этом в погоне за этой якобы спортивностью и жесткостью китайцы упустили немаловажный фактор для наших условий. Это энергоемкость подвески. Во всяком случае, на большой колдобине, на большой яме пробить подвеску достаточно легко. И, наконец, самое главное. Цена. H2 может похвастаться относительно невысокой стоимостью на фоне остальных подорожавших конкурентов. Базовая версия с механической коробкой передач, передним приводом и тканевым салоном предлагается за 890 тысяч рублей. За электропривод-зеркал, климат-контроль, кожаный салон, электролюк, электропривод водительского сидения и хорошую мультимедиа-систему придется доплатить 90 тысяч рублей. Полный привод обойдется еще в 50 тысяч. Топовая версия с автоматом стоит 1 миллион 170 тысяч рублей. Причем полный привод доступен только для версии с механикой. Пожалуй, H2 действительно может составить серьезную конкуренцию уже устоявшимся и более именитым участникам сегмента компактных кроссоверов. Который, кстати, является одним из самых популярных и динамично развивающихся у нас в стране. А еще H2 может стать тем самым локомотивом для узнаваемости и популярности этого бренда у нас в стране. Ну а насколько мои слова верны, как всегда, покажет время.